Я умру для мира С вашего позволения, дорогие друзья, я начну сегодняшнюю нашу вечернюю встречу вопросом. И, пожалуйста, дайте мне какой-то знак, что вопрос вы услышали, и пытайтесь выйти на связь. Кто-то ручкой, может быть, сделает, кто-то поднимет руку, как в первом классе. Вопрос следующий. Как вы думаете, какой первый грех малые дети, преимущественно дошколятые или представители начальной школы, называют батюшки, и едва лишь только им предоставлена возможность поисповедоваться, взирая на священника снизу вверх? Какой это грех? Да, наш рейтинг и мониторинг дал блестящие результаты. Видимо, и у телезрителей рыльца в пушку. Непослушание. Именно оно преследует нас и, как ежевичные кусты, цепляет нашу одежду с самого часа, как мы начинаем эту одежду носить на себе. И послушные только покойники не сопротивляются, но молча соглашаются и следуют именно в том направлении, куда их несут. Как правило, ногами вперед. Но дай нам Бог сегодня, милые друзья, разобраться в сущности, характере, цели добродетели противоположной строптивости, упрямству, капризам, желании настаивать на своей воле. Добродетели, именуемые послушанием. Господи, дашь тьми, смирение, целомудрие и послушание. Как будто бы святой Иоанн Златоустый был маленьким мальчиком. Парадокс. Но он просил Христа Спасителя во всем послушного Небесному Отцу. Просил святой Иоанн Златоустый Христа Спасителя, дабы быть послушным творческой воле Божией, благой, угодной и совершенной. Что такое послушание? Так только при условии сознательного нашего послушания, повиновения, свободного и усердного исполнения нами вечного нравственного закона, только послушание превращает гадкого утенка в белого или черного лебедя. Только послушание выпрямляет наши плечи и делает нас существом, прекрасно звучащим по-гречески антропоз, человеком, чело которого обращено к вечности. Господи, научи меня послушанию. Молится сегодня патриарх Константинопольский, а мы вместе с ним. А как ему научиться, если современные родители приняли на вооружение какую-то демократическую, либеральную методу, позволять ребенку делать все, что тому неблагорассудится? Как научиться послушанию, кричит ли ребенок, падает ли на спину и сучит ручками и ножками, словно клопик застегнутый апоплектическим ударом? Как научиться послушанию, если родители потрафляют нашим капризом, делают ставку на развлечение, удовольствие, по принципу, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало? Простите, но к десяти годам жертва этой неслыханной методы уже будет обладаема невротическими тиками, будет неврастенично и стероидно в своих проявлениях, говоря словами психологов и психотерапевтов, будет кружиться вокруг оси собственного эгоизма и тяжко страдать, не видя выхода из ситуации, не умея выйти из трех сосен гордости, самоутверждения и удовольствий пленяющих человека и заслоняющих ему горизонт жизненравственной и разумной. Посмотрите на солнышко, которое начинает свое утреннее шествие, входит в зенит, медленно катится к закату, не отклоняясь от своей траектории ни на йоту, ни направо, ни налево. Вам когда-нибудь приходилось от него слышать? Я не могу больше трудиться в таких условиях, надоели мне все эти двуногие таракашки. Нет, и светит, и греет. То спрячется от стыда за облачком, не имея сил смотреть на нашу коррупцию, на нашу криминогенную обстановку, послушно до дней последних донца. Так что из каждого оконца мы наблюдаем за багряным светилом и отдаем ему подобающую честь, как в служке Божией. И куда ни глянь, на что ни посмотри, поневоле убеждаешься вместе с царем Давидом, который, воспевая гармонию космоса и вселенной нас окружающей, свидетельствовал, что все работно Господу, все совокупные створения служат Творцу, и цветы, которые свои головки выпрямляют и следуют за Солнцем и Божьи птахи, начинающие свой трудовой день с гимна Создателю, и морская пучина, которая бесконечно катит свои волны, и лишь тогда приступает положенный Богом предел, когда уже мы доходим до беспредела. Господи, научи меня послушанию, даруй мне эту добродетель, и поверьте, друзья, не такое уж простое искусство слушаться Господу Бога. Почему? Да потому что главный орган, посредством которого мы познаем, что такое хорошо, а что такое плохо, удивительный по технологии изготовления микроскоп и вместе телескоп нерукотворный, посредством которых мы замечаем сокрытые от нас явления нравственной жизни, это наша совесть. А сохранить совесть чистой совсем непросто. В этом мире бесконечных политических влияний, в этом мире, где часто сладкое называется горьким, где лукавство превозносится и поставляется на пьедестал умения, профессионализма, находчивости, а люди простодушные, люди невинные, люди прямые, объявляются чуть ли не психбольными, по их неумению выколачивать профит, выгоду из порученных им государственных и общественных дел. Еще Салтыков-Федрин сетовал по поводу пропавшей совести, искал ее во всех углах, трактирах и шинках, крестьянских избах и едва-едва нашел. Если кто обращается к классическому наследию наших русских писателей, тот поймет и припомнит. Итак, как же научиться послушанию? Для этого нужно быть просто внимательным. Внимательным к окружающему нас миру и внимательным к собственному «я». Почему? Да потому что чувство долга, ответственности, желание и потребность служить, предпочитая общее частному, это та питательная среда, в которой выросли мы и наши родители. И человек, сообразующий свою деятельность при всем желании достигать степеней известных, с нравственным чувством, боящийся вслед за Раскольниковым, переступить черту Рубикон, не желающий идти по трупам и свершать умертвие, как о них говаривал Иудушка Головлев, обречен совсем на нелегкую жизнь в этом демократическом мире, где инь и янь меняют друг друга, где все обращается в перевертыш, где так трудно отыскать концы, канущие в воду, едва ли только свершилось очередное должностное преступление. Господи, дай мне послушание! Хочу держаться за твой нравственный, неизменный закон, не укради, не прелюбодействуй, не питайся доносами, не желай непринадлежащего тебе. Хочу держаться за эту золотую нить Ариадны и никогда не выпускать ее, этот закон правды и добра, из своих слабых рук. Не введи меня в искушение, избавь меня от лукавого, который непрестанно нашептывает мне. Делай, как все, чем ты лучше других. Ну что ты, белая ворона, ну что ты засвечиваешься своими принципами, хочешь жить, умей вертеться, не согрешишь, не покаешься. Не мне, дорогие друзья, вам пересказывать эту опостылевшую житейскую мудрость, которая сделала всех нас безгласными, безвидными, индивидуумами и лишила нас возможности быть героями правды, чести и добра. Дай мне, Господи, послушание. Молится святой Иоанн Златоустой и находит отзвук в сердцах детей, которые едва лишь только переломят самих себя, не будут ожидать вторичного приглашения или окрика раздраженной мамочки, ее можно понять. Доводят до белого коленя сегодня родители наши детки. Сейчас, через час, ну потом. Ах, я не успел. Едва лишь только ребенок опередит родительский наказ или приказ. Мамочка, я уже сделала влажную уборку в своей комнате. Можно мне приступить к этому занятию в коридоре? У мамы очки непроизвольно поднимаются к надбровной дуге. Дитя, что случилось? Что произошло? А меня отец Артемий в телевизоре научил, что подлинное послушание есть стремление сделать нечто полезное прежде, чем тебе на это полезное укажут. Отдохни немножко. Я разберусь с отцом Артемием в инстанциях по ювенальной юстиции. Каким образом он настропалил моего ребенка к этой гиперактивности? Ну, не будем, друзья, на ночь глядя разговаривать о страшных вещах. А давайте-ка каждый, оглянувшись вокруг себя, как Илья Муромец на пригорке, помните, из картины Васнецова, разберемся, где эти нити послушания, взяв которые в руки, мы обретем в них возжиг. Какой русский человек не любит быстрой езды? Действительно, поступательные движения в жизни, осуществление чаяний, ощущение попутного ветра, который раздувает алые пуруса человеческой души, созидание, а не разрушение, все это плоды послушания. И с Вашего позволения, дорогие друзья, я хотел бы дать себе и Вам домашнее задание. Давайте попробуем сегодняшний день провести в полном послушании у Господа Бога. И тот, кто идет этой стезей, не обижается, не раздражается, не впадает в уныние и не читает слишком много морали и проповедей окружающим их людям. Вот я, наконец, должен замолчать, чтобы мне заняться этой трудной, но благодарной задачей. А увидимся в следующий раз и поделимся с Вами впечатлением. Просветляется Русь, пробуждается, Вот уж небо над лесом светлей, И душа чистотой напаяется Из прозрачных ладоней дождей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова